Ташлы Джалы, пусть Сан-Жак-Бей и Токия Скендар собирают свои силы и следуют за нами. Как прикажете, Шахзаде. Можете идти. Ташлы Джалы, останься. Расскажи о Сан-Жак-Бе и Скендаре. Тебе что-нибудь известно о нём, Яхья? Только лишь одно. После Рустема Паши был переведён из Сан-Жака-Триполи в Сан-Жак-Теке. Так его Аяс Паша назначил? Верно, Шахзаде. Если Рамазан Аглупер и Паша с мамлюкскими эмирами состоит в сговоре, запросим у Белербея Египта Сулеймана Паши. О нём сведения. Поскольку приказ к нам от Падишаха пришёл, значит, расследование уже было, Шахзаде? Делай, что говорю, Ташлы Джалы. Из соседних вилаетов к Шахзаде поступит подкрепление. Однако это восстание подавить весьма непросто, ибо Пири Паша очень силён. А Шахзаде для такого дела недостаточно опытен. Шахзаде Мустафу не нужно оставлять без нашего внимания. Ты будешь рядом с ним. Необходимо, чтобы он совершил какую-либо ошибку. И ты должен обеспечить это. Я получил приказ повелителя, госпожа. Падишах уже решил, чтобы я в Диар-Бекир отправлялся. Тебе не надо об этом думать. Это я беру на себя. Ты ведь готов выполнить моё поручение, не так ли? Госпожа, добро пожаловать. Повелитель вас уже ждёт. Ну как? Ты доволен своей новой должностью? Я бы хотел быть постоянно около вас, моя госпожа. Но ты мне нужен здесь, Мирджан. Сам знаешь, что произошло этой ночью. Слава Аллаху, Балибей вовремя успел. Балибей всё понял, госпожа. Несмотря на это, и судя по тому, что промолчал, он решил вас оберегать. Он больше повелителя оберегает, Мирджан. Просто не захотел огорчать его этим происшествием. Зачем повелитель хотел меня видеть, тебе неизвестно. Простите, я не знаю. Но он был очень задумчив и прошлой ночью плохо спал. Повелитель, шах Хубан Султан Хазрытлири здесь. Повелитель, вы хотели меня видеть? Шах Хубан, ты понимаешь, из-за чего я позвал тебя. События прошлой ночи меня огорчили и обеспокоили. Ибо, как было сказано, совершенно очевидно, что ситуация не была невинной. Повелитель. Только не смей Хатидже оправдывать. Знаю, это она не отдавала золота. Но не только на этот раз. Она постоянно восстает против моей воли. Уже и ты не можешь ее остановить. Я столько месяцев терпел. Ждал, что гнев рассеется, боль утихнет, и она снова обретет покой. Однако вместо улучшения становится только хуже. Пришла пора положить этому конец. Какое же решение вы приняли, Повелитель? Госпожа. Вы не знаете, золото в казну уже отправлено? Это поручено сделать Мирджану Аге, госпожа. Он непременно вам об этом доложит. Ты можешь Мирджану доверять. Как старший слуга, он добросовестно выполняет все, что от него требуется. Я в этом не сомневаюсь. И, кстати, для меня спокойствие Повелителя важнее всего, и нарушать его я никому не позволю. Спокойствие Повелителя и для меня тоже очень важно. Недаром я позаботилась о том, чтобы ты обо всем узнал, едва только золото нашлось. Госпожа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Михримах, ты еще в постели? Что такое? Тебе не здоровиться? Я хотела немного отдохнуть. Что вдруг произошло? Ты же с Балибеем собиралась увидеться. Неужели передумала? Дело не во мне, Исмахан. Балибея этого не хочет. Со мной он чувствует себя неловко. Он тебе что-то сказал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Великий визирь Хазрит-Леви. В чем дело, Паша? Ты все еще тут. Золото нашлось, наконец? Для меня это не новость. Поскольку твоя миссия подошла к концу, ты можешь отправляться в путь. Паша. Возвращайся в Диар-Бикер. Касым-Паша освобожден от должности в Совете. В свое время я не надеялся занять это место в связи с существующей очередностью чинов. Однако теперь мой ранг повысился. Это может решить только повелитель. Кажется, вы против моей кандидатуры. А какие на то основания? Те, что я по происхождению хорват? Значит, как и вы, надо быть выходцем из общины албанцев? Недостойные слова, Паша. Ты что это выдумал? Только албанцы получают назначение на важной должности, и это удивляет. Ты забываешься. Я не должен перед тобой отчитываться. Я всего лишь повторяю то, что дошло до моих ушей, Паша. Кроме того, говорят, что у вас в Индеклы есть особняк. И будто вы там нередко предаетесь разгулу. Да как ты смеешь? Ты, похоже, следишь за мной. Нет надобности следить, Паша. Разве вы не знаете? Тут даже стены все видят. И слышал, ничто не остается в тайне. Хорошо, хоть до Повелителя еще не дошли эти слухи. Спасибо Аллаху. Повелитель обо всем знает, Хатиджи. Да и ты прежде ему в лицо говорила, что золото принадлежит тебе. Что же теперь будет? Об этом разговора не было? Что положено по традиции, столько раздадут. Остальное золото пойдет в казну. Что будет со мной? Я тебя об этом спросила. Повелитель мой проступок никогда не простит. Неужели он снова отправит меня в ссылку? Не думаю. Но, похоже, он крайне озабочен. А какое примет решение, лишь Аллаху известно. Когда ты уезжаешь, благородный господин? В последние мгновения ты видишь меня. Однако я вернусь. Да еще и так вернусь, что в мире каждый преклонит предо мной колени. Я буду скучать, щедрый господин. Постарайся поскорее вернуться ко мне. Наполни. Я буду скучать, щедрый господин. Брат, останься. Софья, моя красавица-сестричка. Я уезжаю, но когда-нибудь вернусь. Дай нам слово, Борис. Поклянись. Даю слово, Андро. Вы не останетесь здесь. Я обязательно вернусь за вами. Пойдем со мной. Иди сюда. Раздевайся. Ну что стоишь? Я боюсь. Девушки отдыхают. Ты понимаешь меня? Как тебя зовут? Оливия. Оливия. Где ты родилась? Ты откуда? Меня с Крита увезли. Ты гречанка. У тебя родные есть? Это печально. Не бойся, я тебя не обижу. Завтра мы покажем умение в стрельбе из лука, повелитель. В парке установим мишени для состязания. С нами будут и ученики дворцовой школы. Вот мы и увидим, кто самый искусный стрелок. И без того ясно. Я всегда его побеждал. Я много тренировался и выйду победителем. Даже не мечтай, Селим. Я самый лучший стрелок из лука. Завтра увидим, кто лучший. Вы придете на состязание? Обязательно. Хочу убедиться, что ты не хвостун. Раз завтра такой важный день, нужно раньше лечь и хорошенько отдохнуть. Спокойной ночи, повелитель. Мама. Спокойной ночи, повелитель. Спокойной ночи. Мама. Иди ко мне, Эджик Магир. Доброй ночи. Я слышала, ты поручил Шагзаде Мустафе очень важное задание. Аллах да поможет ему. Надеюсь, он оправдает твое доверие. Он справится, а соседний обе окажет ему поддержку. Сулейман, я вижу, ты тревожишься. Мыслями ты все время будешь там. А что, если и Рустема Пашу к Шагзаде отправить на помощь? Те места он хорошо знает и имеет огромный опыт. Ну что ж, пожалуй, мысль неплохая. Рустем Паша уже столько лет нашей династии верно служит. Он смог доказать, что он хороший государственный сановник? Да, знаю, его хвалят. Но вообще-то он и здесь нужен. Ибо столь преданных династии и способных Пашей, к сожалению, не так много. Ситуация с Касымом Пашой это доказала. Это очевидно. Должности визири заслуживает далеко не любой Паша, а такие ценные, как Рустем Паша. Чем больше их в Совете, тем будет лучше. Паша, я давно тебя жду. Всех спрашивала, но тебя не видел никто. Хатун, входи. Спасибо, Хатун. Оливия под моим покровительством. Ты выделишь ей комнату, обучишь и следишь, чтобы ни в чем не нуждалась. Будут затруднения, скажешь мне. Как прикажете, Паша. Пойдем со мной. Что-то случилось? Не твое дело, женщина. Зачем ты обо мне спрашивала? Когда мы завтра отправляемся? В дорогу же надо собираться. Я должен увидеться с повелителем. А после отправимся в путь. Чем закончилось дело с Советом? Что за дело? Ну как же. Хюрам Султан давно тебя визирем хотела сделать. А место Касыма Паши как раз сейчас освободилось. Давай лучше про Шах Султан поговорим. Раз ты что-то вынюхиваешь, значит, она хочет перейти мне дорогу. А чего ты ожидал, Паша? Того, кто предан Хюрем, Шах Султан не захочет видеть в Совете? Кому какое дело до того, чего она хочет. Пусть даже не сегодня. Но я получу то, что заслужил. Видео, ко мне благосклонно. Уже известно, кого вместо Касыма Паши в Совет введут? Нет. Однако из Боснии должен приехать Хюсреф Паша, назначенный Белербием Румели во время похода. Он привезет повелителю сведения о Молдавии. Я лично считаю, что он является подходящей кандидатурой на место, освободившейся после Касыма Паши. Ибо, согласно иерархии чинов, путь на должность визиря проходит через Румелию. Этот Паша достаточно умен? Он сможет противостоять козням Хюрем? В этом можете не сомневаться. Люди его называют Безумный Паша. Однако же это идет от его отваги, госпожа. Хюсреф необычайно смелый и дерзкий воин. Машалла. Ну что ж, постараемся эту ситуацию использовать. В этом вы можете мне довериться. Я посмотрю, как там Исмахан. Охваченный мукой душа и тело. Разве возлюбленное терзание не может прекратить? Огонь страсти погасила судьба. Но разве мое желание не зажжет свечу вновь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неужели ты тоже против меня, Гюльфэм? Поверьте, я расстроена и очень волнуюсь за вас, госпожа. Прошу, не испытывайте больше терпения повелителя. Мой вам совет. И от Хюрема, и от дворца держитесь подальше. Тебя повелитель подослал. О, Госпожа, ну как же вы не поймете? Если будете упорствовать, то можете лишиться ваших детей. Повелитель просто заберет их у вас. Это страшнее всего. Госпожа, прибыл повелитель. Он ждет вас в парке. Повелитель. Я выделяю тебе новый дворец. Ты вместе с детьми переедешь в него сразу же после свадьбы. Какой свадьбы, повелитель? Вы о чем? Я принял решение выдать тебя замуж. Так что готовься. Как выберу подходящего Пашу состоится свадьба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шейхзадэхазритлири. Воины готовы выступить в путь. Мы ждем вас. Идем, Дашлы Джилы. Мустафа. Пришло время выступить в поход, матушка. Сынок мой. Мои молитвы с тобой. Да не оставит тебя Аллах. Аминь. Румейса. Я приготовила для тебя эту рубашку. Она заговоренная и защитит тебя. Надень ее, и все беды тебя обойдут стороной. Аллах поможет мне, и я скоро вернусь. Иншаллах. Иншаллах. Да будет ваш путь светлым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я пришла с визитом к вашей матушке. Но было бы приятно и с вами поговорить. Не сейчас, сеньора. Мне поручена серьезная миссия. И нам сейчас надо проститься. Шекзадэ, вы давно обещали посетить меня. Но так и не оказали мне честь. Сейчас я вынужден вас покинуть. Когда вернусь, то навещу вас. Буду с нетерпением ждать вас, шекзадэ. Сеньора. Сеньора. Айша, отнеси девочку в покое и уложи. Как пожелаете, госпожа. Госпожа, пришла сеньора. Я могу ее отослать, если она не вовремя. Проси ее. Госпожа. Добро пожаловать. А если вы к шекзадэ, то он покинул дворец. Знаю я только, что его встретила. И к тому же я пришла к вам. Я приготовила подарок и хотела лично преподнести его. Спекио дель Пиката. То есть зеркало греха. Семейство Карлони специально сделало его для вас. Эти ювелиры производят самые ценные и самые прекрасные украшения в мире. Вы сказали, зеркало греха, но почему? Каждый из нас, сам того не желая, может совершать грехи, госпожа. Грехи, о которых никто не слышал, не узнает, если признаться, у любого могут быть. Постепенно они сгущаются над человеком, как темное облако, тяжелеют. И вы не можете их нести. Это зеркало служит тому, чтобы жить чисто и без грехов. Я думала, молитва помогает очиститься от грехов. Разумеется, госпожа, это всего лишь предание. Но люди верят, что зеркало защищает нас и тех, кого мы любим, от грехов. Однако для этого есть условия. Кто носит такое зеркало, тот проживет без грехов. Если же совершит грех, то зеркало треснет. И совершенное зло обратится против него самого. Как он может так поступать со мной? После Ибрагима другой мужчина? И подумать о таком невозможно. Прошу, помоги. Повелитель принял решение выдать меня замуж. Ты успокойся, Хатиджи. Может, в этом браке ты даже счастье узнаешь. Ты, ты об этом знала? Ну, говори же, я с тобой делилась, а ты меня, оказывается, обманывала. Вы все строите козни у меня за спиной. Я не желаю вас видеть. Не нужно никого винить, Хатиджи. Мы с Гюльфем предупреждали тебя, однако ты не считала возможным нас слушать. И знаешь ли, дурного здесь нет. Повелитель нашел лучший выход. Ты должна, наконец, забыть о прошлом и начать строить жизнь заново. Нет. Никогда. Подобное невозможно. Ты поняла меня? Ты не хочешь понять. Ты еще молода. Красива. Полна сил. Хатиджи, ты всю жизнь собираешься носить траур? Да разве ты можешь судить об этом? Ты вышла замуж за мужчину, который не тронул твое сердце и столько лет жила без любви. Ты несчастна. Если даже он лишится головы, ты слезинки не уронишь, а, возможно, и порадуешься. Хатиджи, не отмолчи! Ты ведь не любила, как любила я. И не была, как я любима. Потому что в моей жизни был Ибраким. И мы были с ним связаны такой великой любовью. Что хотите, делайте, но я никогда его не предам. Ах, любовь, конечно. Видно, поэтому он с Нигер связался. Вон отсюда. Пошла вон! Пошла вон! Госпожа! Сама решай, Хатиджи. Перед тобой два пути. Или ты за кого хочешь выйдешь замуж. Или же за того, кого выберет наш повелитель. Есть еще один путь. Умереть. И я тебе могу поклясться. Если вы насильно попытаетесь выдать меня замуж, я покончу с собой. Госпожа, надеюсь, у вас все в порядке? Так ты не уехал? Если Аллах позволит, сегодня уеду. Мне приказано к Шахзаде Мустафе отправиться на помощь. Эс-Махан Султан. Передай Шахзаде от меня наилучшие пожелания. Были бы и у повелителя в покоях. Да, госпожа. Он сейчас у повелителя. Желаю удачи. Что ты думаешь о Рустеме Паши? Как, по-твоему, не пора ли ему войти в Совет? Лишь вам об этом судить, повелитель. Однако, позволю себе высказать свое мнение, считаю ему лучше оставаться в Диар-Бекире. Ибо куда важнее членство в Совете, предложенный ему пост. Вы ведь знаете, в том регионе сейчас очень неспокойно. И потому весьма важно, чтобы возглавил его преданный и опытный человек. Кроме того, Бейлер, Бейя, Анатолий и Румели стоят ближе, если следовать иерархии чинов. Они должны войти в Совет. Да. Повелитель, пришла Михримах Султан Хазретляри. Пусть войдет. Малко Чеглу, мы вернемся к этому вопросу позже. Собери все сведения о Бейлер-Беях Анатолии и Румели, изучи и изложи мне свои соображения. Как прикажете, повелитель. Михримах. Ты моя красавица. Здравствуй, Асмахан. Здравствуйте, повелитель. Повелитель, мы идем в парк. Шик Задаса ревнуется в стрельбе. Вы с нами пойдете? С удовольствием. Отправляйся в гарем. Я приказываю тебе распространить там новость, и тогда этот слух полетит дальше. Как прикажете, паша Хазретляри. Дорогу! Михримах Султан Хазретляри! Госпожа. Шик Заде. Я думал, что повелитель тоже с вами придет. Отец придет с мамой, и ей тоже интересно. Мне надо поговорить с братом. Ну что, Михримах, в чем дело? Ты собиралась мне что-то сказать? Ты бы из этого предупредил? Чтобы никаких ссор и драк. Не то, повелитель очень рассердится. Неужели ты ради этого боли-бэя отослала? Думайте только отца. Зачем ты так делаешь? Разве нельзя было просто поговорить? Он в силу своей должности очень близок к повелителю. И должен быть осторожен. И ты готова от него отказаться? Стойте прямо. Стойте прямо. Внимание только на цель. Прекрасно. Это очень хороший выстрел, Шик Заде. Поздравляю. Держите крепко дугу. Выпрямитесь. Натяните тетиву сильнее. Да. Думайте только о цели. Вот так. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лери! Я уже почти все уложила, Паша. Можно ехать. Можешь не спешить. В этом нет нужды. Тебе придется остаться. Как так? Я не поеду с тобой? Ты что, не возьмешь меня? Сначала мне к Шик Заде Мустафе приказано отправиться. Это может затянуться до зимы, так что тебе лучше остаться. Рабыни и охрана тоже здесь остаются. А если тебе что-то потребуется, к Сюмбюляге обратись. Ладно, это все. Аллах тебя не оставит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я утром заходила, а ты уже ушел. Я был у Хатиджи. А что такое? Надеюсь, она здорова. Пока не очень. Однако, скоро все изменится, поэтому я и заехал. Я принял решение выдать ее замуж. Мой славный Шик Заде. Балибе и следил за его занятиями. Посмотрите, насколько он преуспел. Вы уже решили, за кого госпожа выйдет замуж? Еще нет, Херен. Скорее всего, это будет кто-то из государственных саномников. Дайте другую стрелу. Ты что смеешься? А? Что смеешься? Это ты все подстроил? Я здесь ни при чем, Баэзетт. Не выдумывай. Не смей мне лгать. Я убью тебя. Баэзетт. Селим. Как ты поспел? Проси прощения у Селима. Повелитель, мой лук был сломан. Иначе бы я... Молкачеглу может подтвердить. Еще раньше... Проси прощения. Я прошу прощения. Так ты воспитываешь моих сыновей. Что это такое? Разве позволительно оскорблять старшего брата, да еще и в моем присутствии? Простите, повелитель, я сейчас же приму меры. Что мне с тобой делать, Баэзетт? А? Что молчишь? Во всем виноват Селим. Очевидно, он что-то сделал с моим луком. Ему нужно было, чтобы я срамился. Баэзетт, думай, что говоришь. Ты обвиняешь старшего брата. В любом случае ты должен проявлять уважение к старшему. А ты позволил себе оскорбление. Да еще и в присутствии повелителя. Но, мама... Тебе запрещается выходить во дворцовый парк. Никакой верховой езды, тренировок с саблей. И стрельбы из лука. Но, мам... Довольно. Иди в свой покой. И не смей никуда выходить, пока не получишь на то моего позволения. Надеюсь, ты понял? Ших Заде Хазрит Лири. Говори. Прибыл Рустем Паша. Он просит принять его. Зови. Ших Заде, для меня большая честь снова видеть вас. Что случилось, Рустем Паша? Ты привез какие-то новости? Я прибыл по приказу повелителя Ших Заде. Он решил, что я должен помогать вам. Мне о таком приказе ничего не известно. Решение было принято неожиданно, Ших Заде. Я получил приказ, когда собирался в Ярбекир. Ших Заде Хазрит Лири. Я позволю себе вас спросить, почему лагерь решено разбить именно тут? Чтобы казнить Рамазан Аглу, необходимо двигаться на Адана. Я посчитал, что так будет правильно, Рустем. Потому что Перепаше было послано известие. И он сам сюда едет. Однако, разве не было бы правильнее напасть без предупреждения Ших Заде? Ведь этот предатель сможет принять меры. Прежде я хочу его допросить. Он должен объяснить свои действия. Если он не приедет, то его предательство будет доказано. Какой смысл, Ших Заде? Повелитель приказал казнить его. И надо выполнять? Не забывайся, Паша. Я должен отчитываться перед тобой. Ну что ж, Ших Заде, как можно? Я высказал свои сомнения, потому что полагал, что мой военный опыт придется кстати. Не беспокойся, Паша. Когда мне потребуется твой военный опыт, я спрошу. Можешь идти. Субтитры создавал DimaTorzok